МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спектакли, концерты, выставки, литературные встречи и другие самые яркие события в культурной жизни нашего города. Об этом и не только мы рассказываем вам каждый месяц. В нашей программе культ-поход. Смотрите сегодня в выпуске. Концерт солиста Московской областной филармонии Романа Зорькина. День Че в Молодежном библиотечно-информационном центре. Вечер современного танца в художественной галерее. В детской школе искусств номер 2 прошел концерт солиста Московской областной филармонии Романа Зорькина и его студентов из колледжа имени Скрябина. Лауреат международных и всероссийских конкурсов представил саровчанам концертную программу под названием «Весна для встреч с гитарой» и провел до юных музыкантов мастер-класса. Роман Зорькин – один из самых ярких и востребованных исполнителей и гитаристов в России. Музыкант владеет разными музыкальными стилями и жанрами от классики до современной музыки. В его репертуаре можно услышать специфические приемы бразильской народной музыки, аргентинского танго, а также русские романсы и джазовую импровизацию. На концерте в детской школе искусств номер 2 Роман Зорькин представил на суд зрителей свои собственные аранжировки. Каждый раз, приезжая в детскую школу искусств номер 2, Роман Зорькин проводит для юных гитаристов открытые уроки и мастер-классы. Ему есть чем поделиться с юными талантами. Музыкант неоднократно выступал на лучших концертных площадках России, Бельгии, Австрии, Германии, Швейцарии, Голландии и других стран. И становился победителем и лауреатом международных конкурсов. Сейчас из-за большого увлечения всякими гаджетами и прочими приборами виртуальными, мне кажется, все-таки важно, пока еще есть возможность, держать связь с помощью музыки. Роман Зорькин преподает класс гитары в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина. В этот раз он привез с собой талантливых учеников, которые в этом году заканчивают колледж и рассматривают Саровскую школу искусств как место будущей работы. Я заканчиваю училище и, соответственно, нужно искать пути, куда дальше. Ну и вот один из вариантов – это Саров. Хороший город, хорошая школа, хороший опыт работы со специалистами. В ближайших творческих планах музыканта записать альбом, в котором он представит новые звучания известных мелодий. В Сарове впервые прошел День Че. В рамках нового проекта молодежного библиотечно-информационного центра саровчане соревновались в выразительном чтении вслух. Они читали отрывки из произведения Нариной Абгарян, Семен Андреевич, «Летопись в каракулях». Всего в конкурсе приняло участие более 20 чтецов. В этом году на смену чемпионату по чтению вслух «Открой рот» пришел проект «День Че». Авторами и организаторами нового конкурса стали сотрудники молодежного библиотечно-информационного центра. Главная особенность проекта – участники могли подготовиться к выступлению. Название произведения они знали заранее. Для первого конкурса организаторы выбрали «Летопись в каракулях» на Рене Абгарян. Книжка легкая, предложения короткие, читается очень хорошо, а потом я смотрю, как дети реагируют. Они живы, они смеются, пихают друг друга, потому что ситуация узнаваемая. Конкурсанты читали отрывки из книги о жизни пятилетнего мальчика, которого в семье называли Семен Андреевич. Жизненные ситуации, описанные в повести, были хорошо знакомы всем – и взрослым, и детям. Поэтому зрители собрались от мала до велика. И даже в состав жюри организаторы включили школьников. Что приятно, смотрите, публика разношерстная. Есть дети маленькие совсем, дети постарше. Есть мамы, папы, целыми семьями участвуют у нас в конкурсе. Есть бабушки, что тоже приятно. Какой именно отрывок придется читать в день чек, конкурсанты выбирали методом жеребьевки. В первой пятерке оказалась Олеся Торбина. Девушка призналась, что было интересно проверить свои способности читать перед публикой, но волнительно, хотя дома тренировалась. Один раз я ее прочитала, и дома именно читала вслух. Потому что чтение про себя – это несколько иное. Организаторы разрешали применять дополнительные реквизиты и сделать свои выступления театрализованным, чтобы погрузить зрителей в атмосферу детских игр и переживаний. Но конкурсанты передавали эмоции и чувства персонажей только голосом. Познание окружающего мира маленьким мальчиком и его восприятие обычных для взрослых вещей уже интересно. Мне показалось, что мальчик очень серьезный. Для пяти лет он так рассуждает. Ну, не по-детски, может быть. Ну, по крайней мере, мои дети так не рассуждают. Может быть, кто-то – да. На конкурсе оценивали выразительность чтения, оригинальность и артистичность исполнения. Жюри выставляли оценки по пятибальной системе. Ученики детской школы искусств приняли участие в традиционном отчетном концерте «Фейерверк талантов». В этот день на сцену вышли ребята, которые занимаются танцем и хоровым пением и игрой на музыкальных инструментах. Поддержать детей пришли их друзья и родные. Яркие костюмы, зажигательные танцы, завораживающие звуки народных инструментов и переливы детских голосов. Концертные номера в этот день подарили зрителям и старшие воспитанники, которые занимаются в школе уже несколько лет, и малыши, пришедшие совсем недавно. Для многих это первый большой концерт. Хор «Родничок» состоит из воспитанников эстрадного отделения и отделения общего фортепиано. К каждому здесь особый подход. Несмотря на то, что хор – это единый организм, но каждый ребенок все равно индивидуален. То есть к нему у каждого есть свой подход, к нему должен быть. На вечере много внимания уделили рассказам об успехах воспитанников того или иного коллектива. В целом уходящий учебный год был значимым и продуктивным для детской школы искусств. Копилка наград учеников и педагогов пополнилась медалями и кубками различных областных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Школа участвовала в празднике госкорпорации «Росатом» в дни города. У нас там выступала Анжела Доронина, выпускник школы Алексей Коломаев. Мы очень достойно там выступили. Новые имена Олега Корчагина. Погружение в мир искусства. В 13-й раз по всей стране прошла традиционная акция «Ночь музеев». С 7 вечера и до полуночи были открыты двери библиотек, выставочных залов и других арт-площадок города. Саровчан ждала насыщенная программа с выставками, экскурсиями, мастер-классами и творческими встречами. Насыщенная программа ждала Саровчан в художественной галерее. Для посетителей всех возрастов работали 12 площадок, где все желающие могли открыть для себя что-то новое и неизведанное. Например, в лаборатории «Пигменты.Лайф» гости галереи учились создавать краски с помощью льняного масла и мела. Здесь же проходила викторина. Мы можем познакомиться с профессиональными названиями цветов. Каждый художник знает, что какой цвет. В нашем обиходе мы знаем синий, голубой. Оказывается, они могут называться и королевская, и турецкая. Так вот, каждый может проверить себя еще в знании цветных вопросов. Особым подарком для посетителей художественной галереи стало выступление Ольги Белошицкой и ее воспитанников, которые показали танцевальные импровизации. В этом году «Ночь в музее» – это для нас такая площадка, в которой мы можем показать то, чего не можем показать в других местах. То есть это перформансы, где мы прямо находимся рядом с людьми, где нету сцены, которая нас отделяет, где мы можем показать очень странные, непонятные вещи, какие-то рискованные даже, но при этом это такая встреча со зрителем. Еще одной точкой притяжения соровчан стал Музей ядерного оружия. Дети и взрослые с увлечением слушали лекции специалистов и рассматривали уникальные экспонаты, рассказывающие историю становления нашей страны в качестве ведущей ядерной державы. Вот мы решили нынче посвятить эту встречу с нашими гостями крупному юбилею, который будет 29 августа в этом году, юбилей нашей первой советской атомной бомбы. И вот, собственно, все доклады у нас здесь есть, все сообщения посвящены этому событию. Познакомиться с экспозицией Музея ядерного оружия можно, не дожидаясь следующей ночи музеев. В будние дни для свободного посещения музей открыт по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов. Юное дыхание музыки. В Доме ученых прошел отчетный концерт ученика и выпускника Детской школы искусств. Свой творческий путь музыканты начали совсем в юном возрасте. И сегодня они выступают на престижных творческих площадках и фестивалях по всей стране. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов представили зрителям свои сольные программы. До выхода на сцену остались считанные минуты. Педагог Детской школы искусств дает последние напутственные слова своему ученику, подающему надежду юному пианисту Олегу Корчагину. У Валентины Дмитриевны огромный опыт в воспитании талантливых музыкантов. За годы работы она вывела для себя формулу успеха пианиста. Это природные данные, помноженные на старание, заинтересованность родителей и педагогов. Это моя жизнь, и, вероятно, детям все-таки передается. То, что я без этого не могу, и все дети играют, у кого больше-меньше способностей, но они играют с удовольствием. Олег Корчагин начал играть на фортепиано со всем юным мальчишкой в 6 лет. Знакомился с инструментом постепенно. Сначала играл под присмотром мамы или педагога, позже стал заниматься самостоятельно. Потом было множество выступлений на городских концертах, престижные конкурсы и премия «Новые имена». Его увлекает очень музыка. Он очень музыкальный. И на сцене он очень обаятельный. Он музыке отдается. Справиться с волнением перед выходом на сцену сложно, признается Олег. Для того, чтобы быть уверенным в своих силах, пианист занимается каждый день и упорно готовится к каждому концерту. Сначала в классе занимаюсь, отрабатываю сложные места, потом в зале играем, потом на репетиции приходим. Больше всего Олег любит исполнять токаты. Это быстрые и четкие инструментальные пьесы, предназначенные для клавишных инструментов. В получасовую сольную программу юного музыканта вошли произведения российских и зарубежных композиторов. Бах, три сонаты, потом три этюда и голынин танец, потом три пьесы и две токаты. Во второй части концерта выступил выпускник детской школы искусств по классу аккордеона Николай Сизонов. В день славянской письменности и культуры в библиотеке имени Маяковского презентовали новую выставку. В музее книги открылась экспозиция «Ослепительный поток». Выставку посвятили 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 130-летию издания «Брагауза Эфрона». Истории редких книг и их авторов, художников и издательств рассказали своим гостям на открытии выставки сотрудники музея редкой книги библиотеки имени Маяковского. В частности, речь шла об экземпляре Евгения Онегина 1887 года издания. Книга, которая открывает нашу выставку, весьма символично. Она скромна по внешнему своему виду, но при этом выпущена издательством российской словесности, которая была организована в 1811 году. Жемчужной коллекцией стала еще одна книга Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», выпущенная более ста лет назад. Иллюстрацией к этому изданию создал знаменитый художник Александр Николаевич Бенуа. Эта книга признана лучшим изданием повести Александра Сергеевича до революции. В 1914 году эта книга участвовала в выставке печатного дела в Лейпциге. В 2006 году эта книга включена в каталог книжных сокровищ Российской государственной библиотеки. Помимо юбилея великого русского поэта, в этом году отмечается 130-летие издательства «Брогауссов Рон». Это издательство известно библиофилам прежде всего томами энциклопедических словарей. Часть из них хранится в музее редкой книги библиотеки имени Маяковского. Предполагалось выпустить всего 16-18 томов. В итоге за 17 лет было выпущено 86. И этот словарь превратился из тривиального в настоящее собрание новейших достижений науки и техники. Познакомиться с экспонатами выставки «Сияющий поток» могут посетители библиотеки имени Маяковского в течение всего лета. Вход свободный для лиц старше 6 лет. Парад ярких масок культур и эпох. В формате отчетного концерта ученики архитектурно-художественного отделения детской школы искусств представили саровчанам свои работы, которые они посвятили году театра. До выхода на сцену осталось несколько минут и в гримерках вовсю идет подготовка к выступлению. Все должно быть на высоте. Девочки подклеивают детали, которые отвалились во время транспортировки масок и делают завершающие штрихи. Один из номеров отчетного концерта – показ дизайнерских венецианских масок. По словам воспитанниц архитектурно-художественного отделения, они работали над ними почти два месяца. Мы выполнили, чтобы было объемно. Перья также продают особый шарм, можно сказать. И, конечно же, красивые блески, реснички, ну, чтобы было очень ярко и заметно. Бумажные перья, пайетки, ажурные детали добавляли маскам воздушности и невесомости. Но добиться такого эффекта было нелегко. Самое сложное – это прорезать все детали, выполненные в готическом стиле. Если венецианские маски поражали изяществом и легкостью, то полной им противоположностью были маски коренных народов Африки. В соседнем зале младшая группа готовилась к выступлению на сцене под звуки там-тама. Поделки, выполненные в половину роста ребят, были сделаны из бумаги и подручных материалов. У каждой свой неповторимый дизайн. Мы делали эту маску, основа была картон, украшали тоже картоном и вот такой вот бумагой. Волосы мы делали из шпагата и шерстяных ниток, раскрашивали буашью. Весенний маскарад архитектурно-художественного отделения детской школы искусств был посвящен году театра. На сцене мальчишки и девчонки представили зрителям леки древнегреческих богов и героев мифов. Итальянская культура была представлена в интерпретации картин Джузеппе Арчимбульда. На сцене танцевали овощные человечки, сделанные ребятами из бумаги и красок. А еще и веселый зоопарк, часы и многое другое. Работа уникальная, сделана по эскизам, по своим. Дети рисуют, дети проектируют, дети придумывают и потом это воплощает материал. Всего в старт-параде приняли участие более ста воспитанников детской школы искусств. На отчетном концерте каждый ребенок выступал со своей поделкой, над которой он кропотливо трудился в течение нескольких месяцев. По окончании учебного года творческие работы детей будут представлены на выставке в детской школе искусств. Вечер современного искусства в художественной галерее. Театр танца «Кислород» представил саровчанам программу, в которую вошли одноактные спектакли и миниатюры. Вечер современного танца собрал на одной сцене работы, которые отражают различные стороны современного танца. От лирического джаза до физического театра. На сцене оживают полотна Кандинского и Рене Магрита, поднимаются вопросы роли и предназначения женщины, воплощаются образы из записных книжек Марины Цветаевой. Организаторы вечера современного танца решили перешагнуть привычную границу восприятия этого искусства. Это такая сборная программа, в первую очередь, чтобы мы могли показать номера, которые мы не можем показать в других местах. То есть некоторые из них такие фестивальные, которые не вписываются в обычные концерты и какие-то обычные мероприятия. И захотелось как-то найти возможность показать это в Сарове. Подготовка номеров для вечера не ограничивалась только танцевальными репетициями. Обсуждали смысл картин, характер героев будущей постановки и тот посыл, который должен уловить зритель. Хореографы называют этот процесс лабораторными работами с танцорами. Мы даже начали быть театром до того, как мы начали заниматься чем-то, что близко в эту сторону. Но в последнее время мне интересен физический театр, пластические все театральные вещи. И иногда мы что-то из этого тоже используем, поэтому мы не совсем коллектив в обычном смысле слова. Импровизация, сольные и коллективные выступления. С помощью разных форм танцоры показывали зрителю все стороны хореографии. От современного лирического джаза до физического театра. «Пандора» – так называлась сольная композиция, которую исполнила на вечере Анна Васляева. Первая часть номера, до того, как я открываю чемодан, я полна, я не знаю, всяких ярких впечатлений, вообще даже, может, небольшим волнением. Но когда я открываю сам чемодан, я вижу, что там разные пороки людей. В вечере современного искусства в художественной галерее приняли участие старшие группы школы танцев «Аврора» и разные составы театра танца «Кислород». И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Афиша». О самых ярких культурных событиях в городе и не только рассказывает Елена Грескова. В театре комедии 20 июня исторический детектив в двух действиях затмения Слонца. В основу спектакля легла версия активного участия ОГПУ в жизни и смерти великого русского писателя Максима Горького, человека, которого еще при жизни назначили одним из главных героев советской мифологии. Писатель, в котором причудливо уживались романтизмы и практичный подход к жизни, не рассчитал свои силы и не учел силы тех людей, к которым в буквальном смысле попал в плен. В конце своего жизненного пути писатель вдруг осознает, что не свободен внутренне и физически, что он стал заложником своих же идеалов. Затмение Солнца – это не только метафора, но и реальное историческое совпадение. Горький умер в день солнечного затмения 18 июня 1936 года. С 8 по 14 июня в Театре комедии идет постановка «Фуршет» после спектакля. В театре только что сыграли долгожданную премьеру шекспировского отелла. Актеры, исполнители главных ролей остаются после спектакля, чтобы в дружеском кругу отпраздновать это событие. А дальше происходит неожиданное. Казалось бы, пьеса Красногорова очень точная, смешная и даже детективная зарисовка из жизни актеров за кулисами. Однако, как в капле воды отражается море и небо, так и в капле жизни каждого театра отражается жизнь нашего общества. Спектакль идет в необычном формате арт-фойе. Зрители находятся за столиком и кафе, и могут заказать напитки и закуски перед спектаклем. 20 июня в Кремлевском концертном зале выступит Ив Корнелиус. Ее называют наследницей великих Элли Фитцжеральд и Сары Вон. Такой редко скажешь о голосе, но вокал темнокожей американки Ив Корнелиус обладает не только чарующей красотой, но и теплым, очень тонким чувством юмора. Качество, необходимое для того, чтобы превратить обычный блюз в настоящее искусство. Дарование певицы – это идеальное чувство свинга и безупречное чувство меры. Виртуозный скет в ее исполнении звучит только там, где он необходим. В Нижнем Новгороде певицы выступят в сопровождении джазового трио, одного из лучших пианистов России Алексея Подымкина. Слушайте хорошую музыку, чаще ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культ поход». До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА